Свистать всех наверх. Борт корабля «Каникулы» отчаливает от порта шахты 7 ноября и отправляется на остров детства. Пиратский дресс-код не обязателен, но желателен. Все, кто попал сегодня на борт, разделились на две команды. На поиски острова они отправились под руководством отважных пиратов Джона и Мэри. Назад, внимание, поехали! Приключения и отличное настроение гарантированы, ведь главное на празднике детства улыбки на лица девчонок и мальтишек. Хорошее впечатление и масса эмоций. Тут весело, здесь красиво, здесь есть шарики и праздник. Мне нравятся танцы, веселье. Веселые эстафеты, увлекательные конкурсы и творческие состязания. Программа в лучших пиратских традициях. На таком выездном празднике воспитанники Полысаевского дома ребенка побывали впервые. О том, что это лето для ребят будет волшебным, будут напоминать и теплый прием горняков, и посильная помощь шефов. Мы всегда обращаемся и к администрации СОЭКа, и к администрации шахты 7 ноября. Ну, со всеми своими проблемами. У нас проблемы есть в приобретении какого-то материала. Например, лес. Нам построили две веранги за счет шахты Кирка 7 ноября. Ну и, конечно, на сегодняшний момент мы попросили проигрывать, они нам тоже прибыли. В общем, все, что нам нужно, и мы просим, и нам никогда не отказывают, всегда помогают. Компания СОЭК Узбас является социально ориентированной компанией. И тем более такой праздник, как День защиты детей 1 июня, мы просто не могли его пропустить. Путешествие на остров Детство стало лишь первым этапом большого турне под названием «Летние каникулы». Широкий аспект был поставлен. Это наши те ближайшие лагеря, которые вокруг Ленинска, Кузнецкого. Также выездные лагеря это в Шерегеш будут. Это также мы везем, говорится, на юга Черноморского побережья. Группы будут, говорится, сформированы. Ну и плюс те однодневные экскурсии, которые мы будем организовать уже, говорится, в основном предприятии. Это то, что в Кузбассе. Ну, Томская писаница стандартная. Это и какие-то еще достопримечательности в Салаевске, может быть, свозимые. В общей сложности на оздоровление детей своих сотрудников руководства шахты имени 7 ноября выделяет более 2,5 миллионов рублей. А в целом компания «Соя Кузбасс» на оздоровление детей сотрудников предприятий во время летних каникул направлено 33 миллиона рублей. Это на 7 миллионов больше, чем год назад. Всего летом 2015 года планируется оздоровить 1460 ребят.